И вот такие вещи, дорогие братья, у нас очень и очень много. Это элементарные вот такие правила поведения, которые мы сами должны в первую очередь на себя посмотреть. А, во мне это есть. Если это во мне есть, я должен ее исправить. Затем объяснять своим детям, объяснять своим домочадцам и себя вести на улице все же достойно. Говорить ребенку так нельзя, самим это делать, эффект не бывает. Мы это много раз приводили. Взрослое поколение, особенно поколение, которое выросло, скажем так, еще в 70-х годах, еще там, если вниз уйдем, к нашим дедушкам и так далее. И они иногда оправдываются, они говорят, ну мы в таком времени выросли, когда вот советская власть была, нам эту религию все не объясняли и так далее. После этого, дорогие братья, уже почти 25 лет проходит. После вот этого, то что было, уже почти 25 лет проходит. Может быть пора немножко себя, вот этот, не говорить себе вот эти причины и сказать, ну 25 лет проходит, я что сделал после этого? Что-то же должно моей стороне улучшиться. Ну курил он тогда, не знал он, что это харамом является, пил он тогда. Проходит время. Неужели нельзя эту сигарету, эту выпеку все оставить? И потом ребенку сказать, эй, да-да, у вас, молодец, красавчик, нельзя сигарету курить. Он это примет. Но когда отец курит, себе как бы вот эти причины тоже находит. О, в наше время так не говорили, у нас все курили, в армии все курили, там курили, здесь курили. Ну у нас тогда пили, никто не объяснил, религию не знали. И сыну говорят, ну ты так не делай, сам курит и все. Ребенок задается вопросом, если папе это можно, мне почему нельзя? Чем я хуже, чем он, грубо говоря? Он копирует. Вот об этом, дорогие братья, это и нашим мамам, это и нашим папам, всем на своем примере учите детей. Просто словами, запретами эффекта мало бывает.